Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Игорь Рысев. Второй час в эфире вместе с вами. Ну мы, да, обещали с вами немножко еще поговорить по поводу судимых кандидатов. Судимости они должны будут указывать в бюллетенях. Ну нет, не они будут, конечно, указывать. Это будет указываться в бюллетенях. Вы сможете с этим ознакомиться прямо на избирательном участке. Соответственно, мы спрашивали для вас, полезна ли эта информация будет для вас или нет. Ну и насколько это соответствует, не знаю, положениям о правах человека и так далее. Учитывая то, что человек уже давно, к примеру, исправился, да, все свои долги обществу отдал, как говорится. Да, но речь идет, конечно же, о тяжких и особо тяжких преступлениях. Ну да, судимость уже погашена, то есть уже определенное количество лет прошло. Действительно, человек, может быть, уже исправился. Ну и насколько там... Или все же указать это необходимо, вам это будет интересно, и судить вы будете о человеке не посредством того, что вы прочитали, да, в бюллетене, а посредством его последней деятельности в течение многих лет. Вот как вы его знаете, как он хороший. У нас слушатель на линии, да? Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, мы вас слушаем. Моя точка зрения такая, что данная информация, естественно, будет очень полезна, потому что избиратели должны знать всю правду о кандидате, не всегда доносимую СМИ предвыборной кампании. Кроме того, это может послужить тому, что избиратель может правильно оценить, потому что криминальное прошлое, криминальная склонность к мышлению может привести к тому, что данный депутат или какой-то выборный член какого-нибудь правления может быть использован в качестве элемента пятой колонны для дестабилизации ситуации в России. То есть это зацепочка для того, чтобы его вербовали. Не считаете ли вы... Так же, как Янукович сдал Украину, так и здесь будут сдавать Россию. Обязательно ли это указывать в бюллетене? Конечно, обязательно. Ну, то есть, может быть, во время предвыборной кампании, то есть как-то где-то... И во время предвыборной, и на стендах, на пунктах выбора. Ну, хорошо. Это должно быть указано, это зацепка для вербовки. Ну, смотрите, это действительно повлияет на ваш выбор, да? То есть, несмотря на то, что... Да, естественно. А если брать в пример человека, который, к примеру, ну, давно действительно уже отдал все долги обществу в этом случае, и исправился, и показывал себя только с наилучшей стороны, это будет для вас каким-то решающим фактором при выборе его? Криминальный способ мышления никуда не делся. Как голова сложилась у человека, так она и осталась. То есть, все, это уже клеймо? Ну, это клеймо, конечно. Саня Андреевна, спасибо. Звонок 708-502. Немножечко еще продлеваем эту тему. Вот я почему и говорю, что это в любом случае... Это вот как правильно выразился Андрей, или я это сказал, да? Ну, клеймо. Ну, все, ты берешь билетень, там среди прочих достижений, даже если бы они указывались, да, будет вот указана судимость, все, уже никуда не денешься от этого. И понятно, что у тебя, как у Андрея, рука не повернется уже поставить галочку напротив этого человека в бюллетене. Да ни за что в жизни. У него криминальный способ мышления. Андрей тоже пишет по СМС, правда, уже, наверное, другой Андрей. А почему только уголовное прошлое? Давайте административку поднимать. Интересно узнать, сколько и за что штрафов ГИБДД у кандидата, лишался ли он правды, баширил, распивал спиртное в общественном месте и так далее. Может быть, он каждую пятницу садится пьяный за роли, ему как-то вообще... Ну, каждую пятницу это тяжело, наверное, сделать, наверное, даже просто физически. Таёт взятки, там, ну, что, давайте всё абсолютно расписывать. Давал взятки. Давал взятки. Знаешь, в бюллетене Таёт взятки? Ну, такой человек, ну, что делать? Ну, а что, такой человек. Вот, ну, смотрите, давайте мы, наверное, с этой темой будем завязывать, посмотрим, что... Или, не знаю, или там, может быть, какие-то заболевания у него были серьёзные. А, кстати, помнишь, это обсуждали, да? Психологические какие-нибудь отклонения. По поводу того, чтобы все знали, допустим, чем президент болеет. Вот болеет. Помнишь, у нас с Владимира Владимировича были проблемы с коленом, по-моему? Вот, надо, чтобы все... А вдруг вот что? Ну, человек стоит у руля, у него, в конце концов, чемоданчик носит с собой везде с кнопкой ядерной. Что вот как вот доверять человеку? И надо, чтобы... А, и помнишь, и было предложение, по-моему, тоже в наших любимых ЛДПР по поводу того, чтобы психиатрическую экспертизу проходили все у нас депутаты. Ну, я, кстати, думаю, что это было бы полезно. Вот, да, и, может быть, у человека действительно когда-нибудь там что-нибудь и было, нужно обязательно указывать. Ну, да. Вдруг лежал он где-нибудь, там, Бехтерева. Может быть. А тут у нас, знаете ли, весна, а все болезни обостряются. Обострение, да. Слушай, ну все, ладно, давай. Спасибо всем тем, кто сегодня с нами пообщался на эту тему. Опрос. И за смс, и за то, что вы звонили. Так, на сайт www.hackero.ru у нас там опрос на нашу сегодняшнюю тему. Информирование избирателей о криминальном прошлом, кандидатов. Несколько вариантов ответов. Вы могли с ними уже ознакомиться, проголосовать за тот, который вам понравился больше всего. И в итоге проголосовали... Те, кто любит больше наш сайт, давай. Да, 29 и 41 обеспечит приход во власть честных людей. Это у тебя большинство, да? Это у меня большинство. На втором месте поделили два ответа, 23 и 53, повысит законопослушность потенциальных кандидатов. И равно такое же количество человек проголосовали за ответ, снизит значимость выборов для избирателей. Ой, у меня совсем все по-другому. Я сейчас буду читать с нашей страницы ВКонтакте. Вот кто любит больше ВКонтакте сидеть. 31,4% — это большинство проголосовавших — повысит законопослушность потенциальных кандидатов. Совершенно не понимаю, каким образом. То есть, знаешь, ты идешь грабить ларек. Ты говоришь, блин, а я же, может быть, буду баллотироваться в губернаторы. Как так? Разворачиваешься, уходишь за мной, и все, славу отлегло. Вот. Ну и, собственно, 25,7% — это второй по популярности ответ — позволит отсеивать неугодных, в кавычках, кандидатов. Немножко тоже не понимаю, как это. Обеспечит приход во власть честных людей всего лишь 22,9% — это третий по популярности ответ. Не знаю, вот мне кажется, ничего не поможет в этом случае. Что может обеспечить приход во власть честных людей, я не понимаю. Нет таких, наверное, мер. Наверное, еще не придумали таких законов. Но в любом случае, я надеюсь, что когда-нибудь появится. Все, давайте мы с этим завяжем. Да, мы еще завязываем с этой темой. Посмотрим, что из этого всего получится. С этими бюллетенями у нас уже, я так понимаю, будет в ближайшее время возможность оценить. Прямо в руках подержать, посмотреть на подобные бюллетени. Да, посмотрим, как в руках. Понравится, понравится, да. Удобно будет лежать в руке или нет? Бюллетени с такой информацией. Ну что, все, да, посмотрим, как оно там дальше будет. Сейчас мы пытаемся дозвониться Наталье Торопова, мама-одноклассница Ани Соколовой. Ну, такая вот серьезная тема, очень печальная. Аня Соколова, ученица вятской гуманитарной гимназии, у девочки серьезные заболевания. И, в общем-то, сейчас так, и эта информация уже много где в интернете можно было увидеть. И сейчас, в общем-то, девочка проходит обследование, нужно лечение. Наталья Торопова, мама-одноклассница, сейчас как раз нам расскажет, где девочка находится сейчас и, в общем-то, какое лечение нужно. Дозвонились мы, да? Да. Наталья, добрый день. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, ну, такая вот печальная история. Что сейчас с Аней, какое у нее заболевание, что говорят врачи. И, я так понимаю, что лечение в России невозможно, и нужно куда-то ехать, а в России, в общем-то, помочь не могут. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, прежде всего, я бы хотела поделиться, да, не побоюсь этого слова, бедой, которая случилась с нашей одноклассницей, с ученицей Вятской гуманитарной гимназии Соколовой Аней. Аня учится с нами с первого класса, она отличница и вообще лидер в нашем классе. Сейчас она в шестом классе. В шестом классе, да. В конце прошлого года Аня тяжело очень заболела. Была прооперирована сначала в городе Кирове, затем в Москве, в ней имейный Бурденко, ну, и где ей был выставлен страшнейший диагноз за качественное опухоль головного мозга. На сегодняшний момент Аня проходит курс лечения у нас в Кирове, в ней гематология и переливание крови. Конечно, лечение предстоит очень тяжелое, длительное, и доктора говорят, что дальнейшее лечение, обследование, вообще весь реабилитационный период необходимо будет проходить за рубежом. Ну, понятно, что на это нужны огромные денежные средства, и, конечно, у семья не такой сложно. Ну, то есть это, говорят врачи, в Москве не могут помочь? Ну, вот на сегодняшний момент пока лечение предполагается здесь у нас. В Москве лишь предложили только курс учевой терапии, а дальнейшее обследование пока вопроса не стоит, вернее, лечение. За рубежом где? Вот на сегодняшний момент Анина семья ведет переписку с различными зарубежными клиниками. Пока такой определенной клиники нет, где бы была оказана помощь, да? То есть пока на уровне переписки, на уровне пересылки диагноза, периодов этих диагнозов, что было сделано, что делается. Но пока конкретной точки не поставлено, где будет проходить данное лечение. Ну, то есть это не прихоть родителей, что ребенок должен лечиться именно где-то там за рубежом? Нет, абсолютно. Это необходимость? Это необходимость в данном случае, да. А Аня как сейчас себя чувствует? Ну, вот на сегодняшний момент ей сделан один курс химиотерапии, сейчас она находится на втором курсе. Но состояние, конечно, тяжелое и в моральном, и в физическом плане. Ведете переговоры, родители ведут переговоры с клиникой, известно уже, сколько денег нужно собрать на лечение? Ну, пока так вот на уровне все переписки идет, такой ориентировочной суммы не оговаривает. Но сумма колоссальная, это там ни миллион, ни два, ни три. То есть пока вот так конкретно, стопроцентную сумму я вам отзвучить не смогу, поскольку информации не обладаю. А номер счета можно найти на сайте Вятской гуманитарной гимназии? Совершенно верно, номер счета на сайте гуманитарной гимназии. И в том числе там есть телефон мамы Ани Марины Витальевны, по которому по любым вопросам можно обращаться. Если вы хотя бы какую-то сможете помощь, даже не материальную, какую-то там информацию о лечении, о клиниках, в любом случае, пожалуйста, звоните. Будем очень вам благодарны. Наталья, спасибо вам большое. Спасибо, прощаемся с вами. Наталья Торбова, мама одноклассницы Ани Соколовой. Заходите на сайт Вятской гуманитарной гимназии. Знаете Аню лично, может быть, родители, ну и все люди неравнодушные. Девочка болеет, нужно лечение. В Вятской гуманитарной гимназии заходите на сайт. Все. Мы обязательно будем следить за этой ситуацией, узнавать, как они себя чувствуют. И, в общем-то, берем и под свой контроль это тоже. Все, на контроле. У нас с тем временем на контроле наша третья тема. Да, Света, не расстраивайся, все в порядке. Киров готовится принять Российский фестиваль короткометражных фильмов. Да, к нам в студию уже подошел Олег Бородиков, директор фестиваля «Встреча на Вятке». Добрый день. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники, как мы вам говорили. Все, теперь мы готовы все. Готовы с вами поговорить. Фестиваль будет проходить с 1 по 3 марта. Это уже 11 фестиваль «Встреча на Вятке». Приедут к нам кинорежиссеры. Кинорежиссеры, да, руководители детских студий. То есть у нас отличие фестиваля от многих других, которые проходят на территории России, то, что у нас участвуют не только профессиональные кинорежиссеры, но и любители, а также детские киностудии, кино, которое снимают сами дети. И вот все эти три категории кинолюбителей объединены одним жанром – игровым кино. Проходит уже в 11 раз. Да, фестиваль уже проходит в 11 раз. Даже не верится, что мы дошли до такой цифры, потому что все годы было очень много сложностей этот фестиваль проводить. Но тем не менее мы его проводим, делаем, и фестиваль год от года растет. И вот надо отметить, что в этом году число регионов, участвующих на нашем фестивале, уже перевалило за 50. То есть вот 55 субъектов Российской Федерации участвуют на нашем фестивале. А в чем залог такого постоянства? Потому что в нынешних условиях кинофестиваль в Кирове – это сложно себе представить, что тем более в 11 фестивале подряд проходит. Сложности какие? Каким образом они решаются на протяжении всего этого времени? И что позволяет действительно держаться, если не на плаву, а даже расти? Ну, постоянство, наверное, в том, что нам, оргкомитету, мне хочется такой фестиваль проводить. Хочется, чтобы в городе Кирове такой фестиваль был. И очень много людей, которые, в принципе, мое мнение разделяют. Это и какие-то спонсоры, которые рады помочь, и какие-то люди в администрации, которые помогают, чем могут. Очень много нам предоставляют бесплатно различных площадок для проведения фестиваля. И, видимо, все-таки людям города Кирова хочется, чтобы такой фестиваль был. Но именно поэтому фестиваль, в общем-то... Это фестиваль или это конкурс? Это фестиваль, да. Но в рамках фестиваля проходит конкурс фильмов. То есть, естественно, все участники получают какие-то места. То есть у нас много призов в каждой категории. Но главное, конечно, это все-таки то, что мы собираем очень интересную программу со всей России, которая, в общем-то, предоставляет и географию России, и разное жанровое направление. И зрители города могут просто прийти в кинотеатр. Участники это кто? Это подростки? Кто снимает эти фильмы? Участники, я уже сказал, что у нас есть три номинации. То есть, в первую очередь, это детское кино, подростки. А во вторую очередь, это уже и любители, и профессионалы. То есть три категории. Они участвуют одновременно. И вот, допустим, если говорить о показе, то есть мы начинаем с детских студий, переходим к любителям и заканчиваем уже профессиональными работами. Это работа уже каких-то продакшн-студий, телеканалов, выпускников ГИКа, Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Ну, в общем, то, чем живет Россия, то, что снимается в рамках некоммерческого кино, то, что очень сложно увидеть по телевизору, то, что, значит, это сложно увидеть в кинотеатрах. А вот именно такое чистое искусство, культура, которую, в принципе, ну, я думаю, что надо всем зрителям посмотреть, ознакомиться. С точки зрения профессионализма, все-таки это профессионалы снимают или такое нечто любительское? Нет, конечно, с точки зрения профессионализма даже категория любителей, это все-таки только название любителя, не то, что, допустим, в бытовом представлении любительское кино. То есть в любом случае это ключевое слово «кино». Даже если это снимают непрофессиональные авторы, это все равно интересные фильмы, сделанные на достаточно дорогой аппаратуре, качественно, с учетом всем законам драматургии, ну, а если мы говорим о фильмах профессионалов, то это уже действительно серьезная работа, там с профессиональными актерами, например, с Александром Носиком вот в этом году прислали фильм. А вот, например, победитель прошлого фестиваля, фильм «Туфельки», он стал номинантом на премию «Оскар», поэтому очень серьезная работа. В этом году у нас тоже участвует работа «Второе дыхание», которая уже призер 40 международных фестивалей, и я думаю, что на нашем фестивале тоже она получит достойный приз. Поэтому, естественно, фильмы очень профессиональные, даже любительские, если можно так сказать. Потому что существует большой отбор, то есть из 500 присланных работ мы отобрали 88. Это действительно те работы, которые действительно интересно всем посмотреть. Ну, а что касается интереса со стороны самих кировщан, посещаемость фестиваля, показов, как можете оценить, насколько она растет и потребность у жителей города Кирова и Кировской области? Или это действительно интересно только тем, кто в теме, кто у вас занимается? Ну, вообще сейчас общая тенденция такая, что любому мероприятию достаточно сложно собрать какое-то большое количество зрителей, но, тем не менее, я хочу сказать, что вот у нас будет показ в кинотеатре «Глобус», и вот уже третий год этот кинотеатр полный, причем как бы и полный зал, и поэтому мы еще транслируем одновременно фильмы в фойе развлекательного центра, для того, чтобы те, кто не может сесть в зале, могли посмотреть кино в фойе. Конечно, как бы я хочу сказать, что зрители проявляют интерес, ну, скажем так, больше, чем мы можем предоставить зрителям, там, допустим, несколько кинотеатров в один день, это, конечно, мы не можем, поэтому, в общем-то, в рамках одного кинотеатра зрители могут прийти посмотреть, ну, я думаю, что все желающие, наверное, смогут посмотреть, если, допустим, не всю программу, то, скажем, какой-то фрагмент программы, потому что, видите, кино коррекометражное, там можно после каждого фильма, в принципе, уйти, там, посмотреть, то есть, если, допустим, 5-6 фильмов посмотрел, можно и уйти, а можно и посмотреть всю программу. А с 1 по 3 марта, ну, то есть мы сейчас это анонсируем, для наших слушателей можно приходить. Да, сам фестиваль проходит с 1 по 3 марта, но это не значит, что 3 дня мы посмотрим кино. То есть в первый день у нас состоится церемония открытия, это состоятся специальные номинации для зрителей. Как раз вот такие номинации, но такие, можно сказать, наиболее слабые, это категория дебют, когда зрители могут прийти и попробовать себя в качестве жюри. И, соответственно, встреча с нашими почетными гостями. А вот сам второй день, воскресенье 2 марта, это непосредственно просмотровый день. То есть с 10 утра до 19 вечера мы смотрим кино в кинотеатре «Глобус». А уже третий день, это, наверное, уже действительно больше для тех, кто как-то связан в кино. То есть на третий день уже проходят мастер-классы, идет обсуждение фильмов с членами жюри, когда каждый фильм члены жюри профессионально, компетентно разбирают. И, в общем-то, кому интересно само киноискусство, могут послушать, совпадает ли их отношение к фильму, ну, к отношению к компетентному жюри. Компетентное жюри — это кто? Ну, в этом году у нас 8 членов жюри, причем как бы 7 членов жюри — это из других городов, но это было принципиально сделано так, потому что все-таки фестиваль всероссийский. Из Кирова жюри представляет Александр Леонидович Акатьев, почетный кинемографист России, зам директора ГТРК «Вятка». А из иногородних — это у нас представители города Москвы, Санкт-Петербурга, город Череповец. Ну, кто-нибудь из таких прям именитых, чтобы с гордостью сейчас заявить, есть кто-нибудь? Ну, надо сказать, что наш фестиваль по принципу, скажем так, суперименитости мы его никогда не строили, потому что, ну, даже иногда именитые члены жюри, они могут быть, ну, не всегда слишком компетентны, то есть у них есть какое-то свое сильно субъективное мнение, которое может быть навязываться другим членам жюри. Своё субъективное мнение есть у всех. Да, своё субъективное мнение, но мнение таких мэтров, всех известных, оно может, в общем-то, задавить мнение всех остальных членов жюри. Поэтому в данном случае у нас, ну, я считаю, что жюри очень компетентны, очень известны, то есть это, ну, если зачитывать списки, допустим, это и заслуженные работники культуры, и почетники, и ментографисты вот из города Луга, это и призёры. 11 лет вы уже этим занимаетесь, 11 лет смотрите эти фильмы. О чём снимают? Ну, надо сказать, что вот задача нашего фестиваля наиболее, как это, ярко представить, вот, не только географию России, да, географию кино России, но и наиболее ярко показать жанровое составляющее. То есть, если можно так сказать одним словом, снимают обо всём. И задача вот Оргкомитета при составлении программы собрать фильмы, ну, наиболее разных жанров. То есть это, в первую очередь, какие-то маленькие капустнички типа «Яролаш», это какие-то небольшие социальные ролики до каких-то более серьёзных, допустим, кинокомедий, например, по 15-20 минут, фильмы-сказка, фантастика у нас иногда представлена, какие-то мелодрамы короткометражные. То есть мы стремимся... То, что вы собираете все жанры, это, в общем-то, предсказуемо. У меня вопрос к другому. Всё равно же время меняется, и говорят, в том числе, и кинематографическим языком, наверное, по-другому. Вот в прошлом году одни темы поднимали, в этом году по-другому. Ну и, в принципе, вот что меняется за годы, за последние? Ну, тут трудно сказать. Конечно, бывают какие-то особенности разных фестивалей. Ну, например, в прошлом году была очень широко представлена экологическая тематика. Но я не думаю, что это какая-то тенденция, просто, видимо, какое-то... Ну, происходят какие-то движения в обществе. Ну, в целом меняется то, что растёт уровень фильмов, которые представляют на фестиваль. То есть в том числе и профессионалы уровень поднимают, и главное – любители. И это, в общем-то, главная задача нашего фестиваля – то, что способствовать развитию жанра, способствовать повышению профессионального и художественного уровня. Ну, вот смотрите, да, вы говорите, что развивается, так или иначе, там, процесс съёмок фильмов сами по себе становится лучше, да? Какое у них самих по себе будущее? То есть понятно, что они становятся лучше, а востребованы они так или иначе? И что происходит с теми людьми, которые непосредственно этим занимаются у нас? Мы видим, что сейчас кинематограф вообще, в принципе, в России, он идёт по, скорее, такому пути ширпотреба, если я могу так выразиться. Ну да, я с вами полностью согласен. И вот именно как противопоставление этому, вот проходит этот наш фестиваль, но не только наш, а вообще как бы целое движение фестиваля на России. Конечно, у таких фильмов есть какое-то будущее, ну и в том числе вот такой фестиваль, как наш, даёт дорогу в это будущее. Например, многие, допустим, фильмы любителей или детей, когда их увидят какие-то профессионалы, они могут их, допустим, взять в какой-то киновуз на каких-то льготных условиях. Есть, допустим, примеры некоторых авторов, которые участвовали ранее, которые сейчас попали, допустим, работают на первом канале на ОРТ. Вот какие-то фильмы, как я уже сказал, попадают потом на другие фестивали, вплоть до того, что вот номинируются на премию «Оскар». То есть фестиваль — это определённая площадка, определённый толчок для некоторых фильмов, ну и, естественно, победителей, которые, значит, могут потом как-то дальше продвигаться. Но те работы, которые, скажем так, не попадают в число призёров, это повод авторам задуматься о том, что надо поучиться, чего-то достичь для того, чтобы сделать более качественное кино, и чтобы в последствии можно было тоже как-то продвинуться. Насколько это престижно? То есть человек победил и где-нибудь там потом заявляет, что вот я победитель вот этого фестиваля, встречи на «Вятке». Ну, надо сказать, что вот, если говорить откровенно, первые фестивали наши, они были, конечно, совсем непрестижны. И вот когда на третьем фестивале у нас участвовала первая работа из ВГИКа, это, значит, для нас была радость. То есть сейчас я уже хочу отметить, что наш фестиваль стал уже достаточно престижным, и на него присылается уже очень много работ. То есть мы уже, допустим, из 15 ВГИКовских работ отбираем только одну-две. То есть чувствуете, какая прошла разница. И, естественно, когда смотришь, допустим, портфолио, допустим, любого режиссера, приятно видеть, что в числе, допустим, Московского международного фестиваля также есть списки, допустим, победа в 2007 году на фестивале встречи на «Вятке». То есть я так понимаю, раз авторы этот наш фестиваль указывают, то победа для них престижна. У вас, соответственно, есть и участники из Кирова, которые будут тоже принимать участие, да? Да, есть участники из Кирова, но поскольку у нас еще право хороют и областные мероприятия, мы стараемся всероссийский фестиваль слишком большим количеством кировских участников, так сказать, ну, не разбавлять. Поэтому в каждой категории участвуют по одному-два кировских участника, да. В категории любителей у нас участвует студия из города Котельнич, PR-продакшн, они участвуют у нас давно. В некоторых фестивалях они не проходили предварительный отбор. В этом году они вновь представляют город Киров. В детских студиях участвуют две студии. Это студия «Юность» из поселка Радужного и студия «Лев кино» из Оричевского района. Ну, вот давайте вот по этой географии, наверное, отдельно остановимся. Поговорим уже только после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Игорь Рысев. И под конец нашего сегодняшнего эфира решили мы поговорить про кино. Будет проходить фестиваль «Встреча на Вятке» с 1 по 3 марта. И вот приедут к нам участники из разных регионов. Гости. Да, можно будет посмотреть кино. Это короткометражки 2 марта в «Углобусе». Да, вот мы просто начали до рекламы разговаривать о том, что и среди участников есть также кировские представители. Интересная география сложилась у Оричи Радужной и Кати Ильнич. Не могли бы вы рассказать, наверное, поподробнее об этих участниках, потому что все-таки они к нам как-то ближе. Что это за кино, что это за люди, о чем они снимают? Ну, вообще, я хочу сразу сказать, что наше кировское движение кинолюбителей, оно наиболее из самых сильных, которые на территории России. Если вы помните, раньше, значит, это была государственная программа в Советском Союзе. Потом система клубов развалилась. Но вот в нашем городе эта система сохранилась и до сих пор. То есть у нас порядка 15 таких самодеятельных детских и взрослых студий, которые участвуют на всех наших областных мероприятиях. Это в первую очередь областной кинослет, который проходит в сентябре, и областной конкурс любительских фильмов. Но это, я сразу скажу, что это все-таки любительское кино. Хотя мы как бы и участвовали на нескольких профессиональных фестивалях, некоторые наши студии выходили на профессиональный уровень. Но в основном это все-таки система любительских клубов. И вот эта система одна из самых сильных. Вот, например, я тоже являюсь руководителем детской студии. И вот мы уже третий раз выигрываем с ребятами президентскую премию по национальному проекту «Одаренные дети» в Москве. Какие-то наши фильмы занимали, не только наши, но и других студий, занимали призы даже в Германии, в Чехии, в Польше. И поэтому нам, городу Кирову, есть чем гордиться. Но единственное, что мы стараемся слишком много фильмов не брать на всероссийский фестиваль, потому что наш регион не доминировал. Но вот может потому, что такой фестиваль у нас проходит, или наоборот, фестиваль проходит потому, что у нас такое сильное движение в городе Кирове. Это все, думаю, что взаимосвязано. Ну, а о чем это кино? Кто участники процесса, актеры? Есть какие-то сложности? Это просто интересно, что у нас здесь снимают кино, тем более вы говорите, что оно довольно успешно крутится по миру. Ну, сложности есть у всех, но эти сложности прекрасно решаются. Актеры, ну, как правило, есть разные студии, это трудно сказать, кто как. То есть есть, скажем, несколько детских студий, когда при каких-то домах творчества, при домах культуры, когда, значит, есть какой-то профессиональный руководитель, и, соответственно, который занимается, работает с детьми, ну, а дети уже снимают или своих одноклассников, или каких-то родителей, родственников. Есть семейные студии, то есть, которые начинали, допустим, сами маленькими, потом выросли, потом у них родились дети, и сейчас уже идёт совместное творчество, это как бы и взрослых, и детей, например, студия Лепси-8, у них уже там чуть ли не три поколения, которые снимают кино, и, в общем-то, каждый год очень успешно. Есть какие-то отдельные авторы, скажем, которым уже на пенсионном возрасте, они всю жизнь ещё раньше снимали, допустим, на киноплёнку, сейчас вот осваивают видеотехника, и тоже иногда делают очень хорошие фильмы. А о чём? Структура кино совершенно разная, то есть это, как сказал, что, ну, вот, например, наша студия, студия, допустим, вот из посёлка Радужный, студия Юность, мы традиционно стараемся снимать какие-то игровые короткометражки в стиле Яралаша. Но это не значит, что мы только их снимаем, то есть у нас бывают какие-то серьёзные работы там какие-то, вот, например, в этом году мы сняли документальный фильм на экологическую тему, кто-то снимает кино больше применительно на какие-то социальные темы, как раз студия Лёвкино, а они больше снимают какое-то социальное кино. То есть там на случай работа, которая представлена, так и называется «Бабушка», то есть о пенсионерке, которая повесила объявление, что я потерялась в 50 рублей. И по такому счастливому финалу, значит, все её решили пожалеть, и к ней один за другим стали приходить люди, которые эти 50 рублей приносили. И таким образом у них сложилась целая компания, которая, ну, познакомилась и сидела. Поэтому фильмы разные. Ну, это вот всё процесс такой воспитательно-образовательный всё-таки или с целью, не знаю, с целью какой-то более глобальной, рассчитанной на что-то более серьёзное? Ну, вообще, конечно, в первую очередь воспитательно-образовательный процесс, да. Но, с другой стороны, это возможность каким-то авторам и взрослым, и юным как-то самовыразиться. Ну, а вообще, конечно, если брать вообще глобальную задачу нашего фестиваля, это, ну, такое полное противопоставление того, что мы видим на телеэкранах, про противопоставление Голливуду. То есть, в частности, у нас есть такой девиз «никакой чернухи». То есть, у нас есть определённый нравственный ценз фильмов. То есть, все фильмы должны быть сделаны и на культурном уровне хорошем, и на нравственность, и при этом должны быть достаточно интересны для того, чтобы можно было интересно смотреть каждому неподготовленному зрителю. Ну, вот, а дети не разочаровываются, приходя на такие съёмки, и там смотрят и видят, что это всё совсем другое, а не то, что показывают в кино или по телевизору? Ну, как вам сказать? Я думаю, что те дети, может быть, кто-то и разочаровывается. Ну, скажем так, большинство, кто начал снимать, кто сам в этой кухне стал вариться, конечно, в первые фильмы, я думаю, что, которые снимают дети, они разочаровываются, когда они взяли первый раз в руку камеры, все же хотят сразу сделать блокбастер, ну, посмотрев, что у них получается, ну, постепенно, как правило, дети начинают делать всё лучше, 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 и как раз участвуют в подобных фестивалях, видят, что снимают в других регионах, видят, как снимают другие, они учатся, и, в общем-то, уже потом к 18-ти годам, к 20-ти делают достаточно неплохое кино, которое, понятно, что это не полнометражный ещё фильм, но уже в 5-ти минутки, 10-ти минутки, получается, очень интересный, который можно показать кому угодно, а не только родителям и знакомым. Ну, вот короткометражки, где мы обычно смотрим кинотеатр «Смена», проходят всевозможные фестивали, и работают там со всего мира, и, в общем-то, ну, это такие, естественно, уже такой мировой уровень, и качество тоже короткометражки, вот вы ходите на такие мероприятия, смотрите, сравниваете с тем, что вы показываете, и что вообще, в принципе, в мире происходит. Да, конечно, это очень хорошо, что кинотеатр «Смена» проводит вот такие конкурсы, я всегда это поддерживаю, одобряю, потому что, ну, я считаю, что, я сам поклонник короткометражного кино, и считаю, что это должно развиваться. Но, к сожалению, в России как-то так сложилось, что короткометражное кино, ну, как-то ушло на задворки. Да, в общем-то, и полнометражное-то не в лучшем состоянии, а короткометражное вообще ушло на задворки. Вот если вы помните, раньше перед каждым полнометражным фильмом шёл какой-то или фитиль, или какой-то маленький киножурнал, то есть всегда какая-то короткометражка шла, как перед полнометражным. Сейчас почему-то такого нету. Ну, вот, тем не менее, да, то, что показывает кинотеатр «Смена» — это лучшие фильмы мирового уровня. Ну, тоже, может быть, сказать, какая-то часть, наверное, любителя. Ну, в целом, это действительно очень хорошее кино, но, в общем-то, как и программа нашего фестиваля, то есть я не могу сказать, что все 100% фильмов зрителям понравятся. То есть каждый зритель найдёт своего зрителя, кто-то оценит одни фильмы, кто-то оценит другие, потому что, я ещё раз сказал, фильмы разные, и, в общем-то, думаю, что то, что показывает кинотеатр «Смена», они, как правило, показывают заграничное кино, ну, у нас только своё родное российское. Ну, вы, кстати... Ну, нет, я тут не соглашусь, и в Манхэттенские фестивали, и те фестивали именно короткометражного кино, которые там показывают, там же есть участники из России, очень неплохие работы. Ну, я соглашусь, да, но, как правило, больше всё-таки иностранных. У нас цель всё-таки поднять кино «Россия». У нас очень много было желающих из других регионов, там, из Германии, Польши, которые вот хотели бы участвовать, допустим, в нашем фестивале. А то есть был такой? Ну, мы, да, то есть мы просто стоим на принципиальной позиции, что мы показываем, что мы развиваем кино «Россия». То есть собрать кино из Германии, Польши, Чехии – это гораздо проще, чем собрать 50 регионов России. Потому что там это искусство развито очень сильно, и если мы только объявим, что мы принимаем фильмы из других стран, то, в общем-то, создать программу будет, ну, очень просто, но такой цели нету. То есть у меня цель немножко амбициозная, немножко патриотичная – именно развивать российское кино. — Вы заикнулись о том, что вот раньше был такой процесс, когда показывали перед фильмами большими, да, ну, короткометражки. Вы не общались с кинотеатрами вот нынешними в городе Кирове, чтобы, на самом деле, может быть, эту традицию восстановить? Потому что я так понимаю, что фильмов много, кировских в частности. — Ну, интересное предложение, я не общался, но надо подумать, возможно, что… — Потому что мне кажется, что вполне бы согласились, почему нет лишних, там, пять минут посидеть. В конце концов, перед самым фильмом, кто раньше пришёл, как раз посмотрел. — Я думаю, что это может быть как раз вот с кинотеатром «Глобус» и попробовать начать. — Ну, мне кажется, можно и с другими кинотеатрами, здесь особой привязки нет, потому что у вас проходит фестиваль, и сомневаюсь, что прям много-много кто из жителей нашего города знает о том, что он, в принципе, проводится, хотя у вас одиннадцатый год уже, вы это делаете. — Ну да, и мы призываем тоже кинотеатры кировские поддержать, почему нет. — Да, и тут уже люди будут знать о том, что есть вы, и о том, что снимается кино, и, в общем-то, мне кажется, такое будет более пристальное внимание. — Ну да, согласен, интересно. — Сами в кино давно ходили? — Ну, я в кино ходил регулярно, ну, наверное, месяц, а вот на новогодних праздниках как раз ходил. — Что посмотрели? — Ну, что у нас все, как сказать, тренды над этого года, там что у нас, «Ёлки», о чём говорят «Мужчины-3», не помню точно название, последние фильмы. — Да, это всё, да? Тут ещё куча уже новинок появилась. — Ну, дело в том, что, видите, сейчас я тут занялся, после этого я занялся подготовкой фестиваля, и, честно говоря, тут это очень ходит много времени, поэтому мне не до этого. Я подсмотрел более 500 работ короткометражных, которые мне прислали на фестиваль для того, чтобы их включить в программу. Поэтому информационного голода у меня в эти два месяца не было. — Да, я надеюсь, что всё-таки, на самом деле, короткометражки, господи, всё, я заговариваюсь, появятся перед большими фильмами-блокбастерами и перед ёлками и так далее, и можно будет к этому приобщиться не только посредством фестиваля, но и вот во внеурочное, так скажем, от него время. — Да, всё верно. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Напоминаем, что 2 марта в кинотеатре «Глобус» можно будет посмотреть все работы участников, которые приедут к нам, встречи на вятке, короткометражки. Так что 2 числа, если интересуетесь этим искусством, да и просто интересно посмотреть, что снимают, чем живут люди. — Да, Светлана Удельная, Игорь Рысев. — Мы с вами прощаемся, вот именно мы с вами прощаемся до четверга. — Да, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!